МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже в идеале управляющая компания сама должна следить за состоянием закрепленной за ней территории, причем в соответствии с нормативными документами. Толщина снега на дворовой территории не должна превышать 5 сантиметров. То есть механизированная уборка снега должна производиться, когда толщина снежного покрова будет на дворовой территории более чем 5 сантиметров. Содержать канализационные люки, то есть доступ обеспечен на дворовой территории должен быть для коммунальщиков до ресурсов, на случай аварийных ситуаций или еще что-нибудь. По правилам благоустройства снег с дворовых территорий должен счищаться в так называемые карманы, возле проезжей части. То есть подъезд к дому и дворовая территория должны быть очищены, и должны быть доступны для подъезда специализированной техники, скорая помощь, пожарные машины. А теперь вспомните хотя бы один Печорский двор, в котором толщина снежного покрова не превышает 5 сантиметров. Мы искали, не нашли. Управляющие компании, если и чистят снег, то сгребают его в огромные кучи прямо во дворах. А в соответствии с тормотивными правилами, снег нужно складировать к выездам на центральные дороги, чтобы коммунальные службы, которые обеспечивают порядок на городских территориях, могли без проблем сугробы вывести. Естественно, на дворовых территориях не должны быть горы этого снега. Как правило, допустим, территория дворовая ограждена, например, 4 дома стоит, и, как правило, этот снег со всех дворов в общую кучу на центре. А потом весной мы плаваем. Детям, конечно, зима весела, но по весне это печаль. Что касается сосулек и сугробов на крышах жилых домов, за состоянием фасадов должны следить тоже управляющие компании. Предупреждаем через СМИ собственников, жильцов верхних этажей, допустим, пятиэтажных домов, где конструкция дома не предусмотрена, балконная плита. Люди самовольно устраивают остекление балконов, с монастажем этой кровли, как правило, и не задумываются в том, что снег может слетать с этой конструкции самодельной и также может причинить ущерб. Поэтому на таких кровлях наниматели, собственники этих жилых помещений обязаны самостоятельно производить эту работу с привлечением пусть специализированной организации, либо собственными силами, но, конечно, со всем соблюдением требований безопасности. И еще. Не бойтесь обращаться в государственную жилищную инспекцию с жалобами на некачественную работу управляющей компании. Вы платите, предоставить услуги качественно вам обязаны. Итак, спичечный коробок 5 сантиметров. Именно такой высоты допустим снежный покров в вашем дворе. Если больше, значит коммунальные службы недобросовестно выполняют свои обязанности, а вы зря платите свои деньги.